так огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал вот наконец-то мне дошли руки записать это видео уже начали тревожиться искать где же новости создала интригу исчезла на самом деле прошлом видео я сказала что собираюсь идти в больницу на этой неделе просто видео было ну честно сказать слишком длинная поэтому я даже не обижаюсь на тех у кого не хватило найти терпение досмотреть до этого момента я сказала что пойду на следующей неделе вот эта следующая неделя она наступила мы планировали пойти 17 числа но в итоге сходили 16 понятно что 16 числа у нас там были свои эмоции как-то было не до записи видео 17 у нас был шоппинг потому что скоро свадьба у нашей родственницы вот и мы в общем промотались по магазинам вот и вот короче только сегодня я села записывать это видео хотела сегодня с вами вместе по трапезничать и организовать мукбанг с мороженым и корейскими пельмешками в итоге я не выдержала слопала мороженое а на казалось что место уже не хватает поэтому в другой раз в другой раз сейчас обойдемся банановым молочком со льдом боже мой так освежает рассказываю что же и как же как вы знаете я факт своей значит своего положения отрицала потому что у не было никаких симптомов того что у меня может быть ребенок но кроме того что не пришли эти дни но они у меня и так ходят нерегулярно как я уже говорила к 32 годам моим цикл у меня не установился ну и я никогда не переживала из-за этого потому что особых каких-то сопряженных с этим проблем у меня не было к тому же есть объективные причины как я уже говорил вместе какой-то небольшой дефицит массы тела ну такая вот такая вот такой вот я близ по жизни и видимо это как-то сказывается на моем гормональном фоне поэтому такой у меня всегда дурацкий какой-то цикл я не очень доверила наличие ребенка потому что во-первых когда долго не получается со временем ты уже перестаешь ждать и не было каких-то действительно ощущение каких-то перемен в организме о которых трубят абсолютно все но мои подписчики вы пошли в отказ и сказали что нет у вас тоже не было никаких симптомов у меня особенная аудитория но да вот ничего поэтому я сомневалась и до последнего сомневалась пока мы не пошли в больницу значит как проходит прием в корейской клинике акушерство и гинекологии я расскажу в отдельном видео и в общем рассказываю что же по итогу по итогу оказалось что все-таки ребенок есть причем мне поставить достаточно интересную интересный срок я одну я думала что угодно но только не шесть недель короче мне сказали что 6 недель 6 недель мы ходили вместе с мужем там активно во всем участвовал везде присутствовал вот а вот почему я не хотела идти сразу я очень удивилась когда вы мне стали писать в комментариях иди на узи иди на узи меня это очень удивило потому что ну может быть ты только вот только значит вошла в это положение уже на узи наверное беременность моего окружения моих каких-то коллег и знакомых приятельниц снова пришлось где-то на десятые годы в 2010 2011 когда активно моем окружении девочки значит беременели и вот я четко помню по их рассказам что значит дело обстояло так что сначала ты идешь давать кровь на хогачи определяют уровень значит этого гормона в твоей крови оставят примерные сроки беременности и назначают тебе дату первого плана в узи и потом ты приходишь на это первый план в узи при нормальном течение беременности плановых узи 33 да и когда меня там буквально это в первые дни посылают и говорят беги беги я очень сильно удивилась и конечно когда я погрузилась в эту тему я поняла что конечно же бизнес запустил руки в женские недры по самые локти то есть все построено сейчас абсолютно на деньгах лишь бы лишь бы значит тянуть деньги зарабатывать деньги на женской тревожности мне некоторые зрительницы написали что сейчас уйти можно делать чуть ли там не с первого дня задержки на youtube щеке посмотрела видео где рассказывать что можно и нужно с третьего дня прям обязательно меня это очень удивило потому что мне стало до ужас и любопытно какая женщина там первый день задержки начнет вообще беспокоиться и думать и береметься вот это меня очень удивило от одного до пяти дней это обычно тот срок на который мы обычно даже и внимания не обращаем но сейчас видимо вот бизнес на этой тревожности причем в некоторых там статьях и видео говорится что узи на ранних сроках не информативно и надо немножко выждать и потом идти кто-то говорит нет нет обязательно там чуть ли не в первый день бегите вот с этим сопряжены всякие негативные переживания женщины потому что она вот там только-только заподозрила себя в это что у нее может быть ребенок идет на это узи на узи ничего не находят ставят подозрение на то что ребенок закрепился не там где надо соответственно женщина понимает что если это действительно так то не предстоит пережить какую-то операцию по извлечению этого значит несостоявшегося плода и вместо ребенка у него будет одни переживания операции сразу навлетают если одно узи не показал это значит назначается следующее и следующее последующее то есть вот такая вот финансовая знаете ли пирамида вот поэтому я не побежала сразу я оттянула время чтобы ну по моим подсчетам был какой-то примерно оптимальный срок когда мне могут провести обычное обследование ультразвуковое стандартное вот который обычно проводят без всяких там как не писали на ранних сроках проводят транс бла-бла-блальное обследование мы не будем называть это слово потому что получится такой контент знаете 18 плюс это значит когда в такую ебалду вам загоняют туда вот в недры в недры вашего женского так сказать самосознания сразу знаете мне вспомнились фильмы вот эти вот передачи про то вот как было и времена женщинам было трудно когда были запрещены аборты они значит пытаюсь сделать нелегальный себе значит аборт запихивали в себя всякие твердые продолговатые штуки а сейчас официальная медицина за твои же деньги хочет тебя тебя за на раннем сроке запихнуться твердых продолговатую штуку мне показалось это странным хотя я понимаю что в некоторых случаях когда есть опасность для жизни женщины когда что-то с ней ужасное происходит это это конечно ей может помочь и действительно выявить какую-то эту патологию избавить женщину от вот этой вот фигни всегда действительно посмотреть и спасти и не ждать когда мне там какие-то там внутренние кровотечения начнутся из-за того что не там где-то развивается плод да вот в этом в случае да но если ты себя прекрасно чувствуешь хоть в космос лети такие показатели в тем понимаете у тебя самочувствие то бежать бежать вот эти на эти меры преждевременные но мне показалось что это не короче нет поэтому мы пошли значит я не знал что мне там ждет муж уточнял он говорю мне же знаете жена такая немножко переживали боится что вы там будете не сказал ничего страшного делать вот заполнили анкету ну короче в отдельном видео расскажу как-то проходит прием и все меня сразу повели на узи такой обычная стать поводили по быстренько по животику быстро нашли там значит мы нашего ребенка выдали на первую фотокарточку он тут уже обустроил свои апартаменты значит тут у него за эти квартира студия как у меня в ракетном переулке была значит есть немало такая прихожая у него тут прямоугольная такая комнатка небольшая и вот тут вот он в предбанечке где-то при притулился вот такой вот обзор 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 апартаментов в аренду на на 9 месяцев аренду значит взял какие-то сушники сушники у мамочки вот что касается моего эмоционального состояния конечно когда я получила эту вот карточку фотокарточку у меня было такое чувство какой-то эйфории определенности вот я не верила дучка такая оказывается вот все у меня есть ребенок но это значит по своей какой-то женской неопытности и наивности я здесь то губу раскатала и потом естественно я же целый день дома самословие не муж на работе и естественно я начала заниматься всяким выискиванием информации от которой мне стало нужно я поняла что рано радоваться что все можете сорваться что все может кто-то там замереть не развиваться что-то там какая-то может быть фигня нам ближайших посещения назначили на 30 число сказали что уже 30 августа можно послушать сердце я такая так у него значит может еще и сердце не биться а какой ужас какой каш и естественно меня прессанули эти мицли я погрузилась какую-то тревожность я понимаю что это очень нехорошо для женщины в таком положении быть тревожной но блин я конечно начала переживать что по итогу появились и симптомы симптомов у меня никаких нет никаких изменений в теле как некоторые написали может быть это и хорошо может быть здоровой беременности должна быть такой с одной стороны вроде когда ты радуешься я так и ребенок у меня будет и я так на легкие проскочу вообще там без не мучаясь вообще где обычный образ жизни всем ген класс вот это везуха так везуха два в одном просто ну вот сейчас последние дни мне конечно как как-то вот не знаю мне как-то не тревожно все таки может быть чего-то не хватает в организме почему ничего не развивается чем чем я буду кормить ничего нигде не да поэтому меня стало немножко пугать особенно когда я понасмотрелась видео про то что оказывается это все еще как бы она радоваться все еще можете пойти не по плану все может как-то знаете сорваться и вот сегодня я встала очень плохом настроение не скажу что плохом не было тяга тягостно на душу и потому что сегодня меня изменилось как будто бы что-то в организме что касается признаков беременности единственное что изменение с которой я заметила в своем поведении это новые вкусовые предпочтения по всей видимости они были у меня на протяжении вот этого всего периода просто я не придала этому значения я вдруг полюбилась эти очень холодные напитки воду защит колу всякие лимонады и еще что самое интересное апельсиновый сок мандарин просто какая-то непонятная тяга и когда я прям их не ем мне как будто бы как-то нехорошо внутри хочется съесть этих мандаринов кислющих этого кислющего сока апельсинового попить кстати раньше не пила холодные напитки потому что у меня холодные напитки особенно в жаркую погоду это равно сразу боль в горле все три глотка и все горло будет болеть никаких единых напитков это я стала пить и в без всяких посредств и потом как-то знаете у меня так сошелся пазл я увидела мужа с утра который всегда стоит с утра в трусах перед открытым холодильником и пьет воду или какой-нибудь лимонад я подумала ага это же не только мой ребенок это значит не только мои гены это папины гены может быть вот они папины гены вылезли вот она откуда у меня это странная привычка пить вот эти вот появились холодные напитки значит выработался какой-то режим в 6.30 примерно 6.40 я начала каждое утро просыпаться автоматически это значит внутренний мой босс который вот видимо на вот этой фотокарточке то мой босс начал меня за 6.30 принимать и вести к холодильнику чтобы попить сачку апельсинового вот такой вот у него был распорядок потом чай с мандаринкой взять такую вкусняшечку а вот и так было на протяжении вот этих всех дней что случилось сегодня сегодня по какой-то причине я проспала значит босс босс не про не не поднял меня 8.40 я проснулась вместо 6.30 6.40 и проснулась каким-то таким непонятным чувством вроде хорошо вроде выспалась но что-то мне не захотелось апельсинового сумка что-то мне не захотелось мой мандаринов и не как-то стало тревожно где где ты мать переживай что такое ты либо напился ты либо уже достаточно достаточно подкислился вот этими всеми значит продуктами и все тебе хорошо теперь у тебя может быть новые будут какие-либо что я это но даже когда вы такая мелочь на изменение вот такое измерение то есть я уже привыкла я вот эти дни я уже привыкла все 36 40 вставать день начинать с апельсинового соку без этого меня не начинается вот потому что как-то как будто что-то не то в организме надо будет выпить этого сока причем я не не фанат я уже я думаю или что кто у меня кого я рожу мандарин какой-нибудь что такое меня уже скоро перекосили от цвета кислятина сколько можно ну нет вот для какого-то самочувствия чтобы прям успокоился организм надо было вот съесть и мандарины попить этого сачку и вот сегодня мы не хотим целый день мандаринов и сачку я уже начинаю беспокоиться накануне у меня была жуткая тахикардия то есть у меня стучало сердце так как будто я что бежала марафон очень сильно стучало сердце она только случалось что кажется казалось что она стучит везде не только в груди что она стучит у меня в животе в подмышках в висках в запястьях просто мне когда же казалось что еще немного у меня просто так вот от стука вот этого сердца таких вибраций сердечных у меня затрясутся руки это было вчера была вот эта тахикардия жуткая сегодня я проснулась и я не пойму где мой значит вот этот цитрусовый диктатор да то есть может быть там какие-то были у него там вчера перестройки перестройки в этом квартире были в апартаментах его значит и он что-то было у меня такое недомогание а сегодня у него какие-то другие новые ритмы жизни и новые предпочтения либо дал какие-то вот знаете что-то нехорошо и какие-то мысли какие-то мысли тревожные что что-то нехорошо вот короче материнство история пути к материнству только началась а тревог уже просто вагон и маленькая тележка вот и так огромное спасибо всем за внимание спасибо кто делился своим опытом под прошлым видео спасибо кто оставлял добрые пожелания всех люблю целую и пока пока